Накануне арестовали заместителя министра обороны Тимура Иванова. В народе это опять оживило дискуссию о влиянии силовиков на жизнь народа. Всего народа. Люди в погонах все больше влияют на всех людей вообще и гражданских тоже. Не, ну а что вы хотите? Страна воюет с НАТО. Или НАТО воюет против страны, а мы им в ответ спецоперацию. Тут не в терминах дело. Дело в том, что, например, арест того же Иванова, это силовики против силовиков. Погоны против погонов. Всемогущему Шойгу накинули наручники на правую руку. Ну, это метафора. Мы-то верим, что министр обороны вообще не был в курсе дел оборонстроя. Битва башен. Военная контрразведка против министерства обороны. Это игры очень взрослых дяденек. Но некая элитаризация имеет тотальный характер. Силовое поле все сильнее. И даже если вы его не замечаете, это не значит, что его нет. Опять же, страна воюет. Не забываем. Погонизация общества неминуемая. Это от слова погоны. Сейчас, как в Великую Отечественную, не болтай. Кругом развешаны уши врага. Что в айфоне, что в андроиде. Тем не менее, давайте кое о чем поговорим. Во внутренней политике России все больше генералов. Или, как минимум, людей с большими погонами. Раньше вице-губернатор по внутренней политике был недобитым философом. Сейчас он офицер старшего командного состава. Нередко в прямом смысле. Не рефлексируйте и исполняйте. Хватит этих исканий и сомнений. Нужен четкий результат и понятный доклад об этом четком результате. Нужны проценты на выборах. Нужны конкретные цифры явки. Эти контрольные показатели даже и не скрываются. Да и, наверное, это правильно. Внутренняя политика все-таки не секта. Хороша ли такая открытость? Плохо ли это? Мы не знаем. Мы видим, что требования эпохи вот такие, какие они есть. И они исполняются. Сейчас во внутренней политике не то время, когда можно благостно бутерброд кушать. Ну и, конечно, немаловажно, что обращается внимание на быт. То есть попить чай, покушать бутерброд. Это очень важно для, как говорится, рабочего настроя. Сохранения хорошего настроения, что немаловажно. Мы все на войне. Ну, это не мы так придумали. Это Арам Габрелянов так решил. Это другой уровень войны. Понимаете? Людям кажется, что это легко. На самом деле это труднее даже. И очень часто труднее, чем быть, находиться на линии фронта. Я хочу, чтобы вы это понимали. Вы не просто ставите заметки. Вы просто ведете борьбу. Вот это очень важная вещь. В общем, видимо, есть теперь такая военно-учетная специальность, как защита информационных рубежей Родины. Ну, вы там сами формализуйте. Но сейчас точно худшее время, чтобы сомневаться. Много сказано о том, что СВО превратилось в некую рутину. Продолжая аналогию, нельзя не признать, что информационная война тоже стала обыденной, ежедневной. Ну, смотрите. Раньше украинская сторона придумывала новую пакость. И мы все бросались ее разоблачать. Фейки про мобилизацию. Фейки про елабугу политех. Фейки про запасы продуктов первой необходимости. Раньше память еще что-то выхватывала. Теперь летаем по фактической погоде. Все фейки. Раньше было яркое желание возражать. Сейчас нет даже особого желания слушать. На топовом уровне украинской пропаганды иноагент Козырев рассказывает иноагенту Тинькову про то, как Шнуров перешел на сторону тьмы. И, знаете, он такой какой-то уже пожухлый, усталый, сам так задолбался от своих клише, что его уже просто хочется пожалеть. Удивительно, в чем судьба этих групп совпадает, это то, что, в общем, ни те, ни другие не остались на стороне света. Кирпичи вообще зиганули конкретно. Это я не знаю. Ну да, когда-то Миша был зудящим, пафосным глазом уральского говнорока, но потом потерял деньги Березовского, лоск, работу, страну, растолстел и состарился. Он механически повторяет, как заведенный, про все эти стороны света. Ну, каяться совсем не хочется. Хочется плакать. Обнять старика и плакать. Это вот бессилие убедить кого-то. Даже собеседники явно не верят юродствующему агенту Света Козыреву. Ну, это свинца, он свинья просто, понимаешь? На другой стороне света бьются наши родные пропагандисты. Но ровно настолько, насколько много в Ютубе Козыревых и Дудей, настолько же много в российских медиа Соловьева и Военкоров. Ютуб действительно можно уже не закрывать. Мы перебадали эту пропагандистскую машину Гугла бесчисленными Z-каналами. Мы возродили СССР лучше, чем вы думаете. В Советском Союзе программа «Время» была сеансом ежедневной лоботомии. Это не мое определение, это классик наш советский Василий Аксенов. Его именем как раз назван фестиваль в Казани. Народ в СССР как раз и начал разговаривать с Ящиком, потому что не верил. Потому что это была единственная доступная форма демократической дискуссии. Ты не мог возразить генеральному секретарю, но мог опровергнуть телевизор, в котором выступал генеральный секретарь ЦК КПСС. Для самых маленьких сообщаем, что так назывался руководитель советского государства. Народ тотально не верил рассказам телевизора о жизни. Народ спорил. Знаете, правда, есть маленькая разница. В те времена телевизор рассказывал о хорошей жизни. Рекордные надои, стахановские плавки, кузбасс и магнитка, целинные земли и космос далекий. Нынешние уставшие пропагандисты все чаще рассказывают о том, как гарно умереть всем разом. Депутат Журавлев, один из самых причудливых пропагандистов, дошел до отрицания ценности жизни. Меня с детства воспитывали, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. Как говорят те, с кем трудно спорить, на войне не боятся только дураки. Инстинкт самосохранения на то инстинкт, что он безусловен. Ценность жизни для каждого человека и заложена на уровне инстинкта. Пропагандисты, отрицая законы самосохранения, отрицают здравый смысл. Закатывать глаза, фантазируя о ядерном взрыве, можно сколько угодно. Вот только романтичного в апокалипсисе немного, это все знают. Итак, с одной стороны, мы имеем сумасшедших иноагентов, устало твердящих одни и те же фигуры речи о стороне света. С другой стороны, пропагандистов, которые все чаще рассказывают нам о прелестях гибели. Где-то в середине есть еще крестница Верховного Ксения Собчак. Там не то параллельная повестка, не то идеология веселой такой, медийной смерти по-блогерски. Вот, например, мы все с увлечением следим за тем, как судят какого-то упыря из Казахстана за то, что он сделал собственной женой. Не показать, не рассказать подробнее мы вам не можем. Ютуб забанит такая вот у нас криптодемократия. Принятие закона прошло на фоне громкого дела бывшего министра экономики Куандыка Бешимбаева, которого судят за убийство жены. Салтанат Нукенова погибла после жуткого избиения, попавшего на видео. И на агенты придут, фейков нагонят, пропагандисты придут, призовут к смерти. Куда бедному обывателю податься? Дилемма. Никто не верит никому. И там пропаганда, и тут пропаганда. Хочется мультиков и кино про Аквамена. Тут, кстати, нашел свою нишу наш любимый видеохостинг Рутуб. А всего-то надо было просто отменить все авторские права. И, пожалуйста, русский Netflix за 0 рублей в месяц. Рекламы немного, да и та без звука. Мечта не ресурс эхо войны. В общем, вы главное, только еще трубок не берите с незнакомых номеров. Не существует никаких служб безопасности банков, и сим-карту вам заменять не надо. На самом деле, мобильные операторы давно могли бы прекратить беспредел телефонных террористов. Если бы хотели. Ну, в общем, не берите незнакомых номеров. Вот так же надо и во внутренней политике. Губернаторам нужны конкретные цифры, явки и поддержки курса партии или президента. Или конкретная численность фракций Единой России в местном парламенте. Показатели были измеримы, а на внутренней политике сидели философы. Для того хуже. Люди, сильно пьющие и склонные к крайней степени рефлексии. Это, разумеется, было не у нас в Татарстане. Это мы намекаем на недостатки кадровой политики в некоторых регионах при Каспийской низменности с тюркскими названиями. Но какая философия и рефлексия, когда тебе нужно исполнять приказ? У народа вибрирует от фейков украинского неприятеля в одном ухе и воплей Соловьева в другом. У губернаторов потом, как у Паслера в Оренбурге наводнение или ножевое, как у Чибиса в Мурманске. Какой хлипкий гуманитарий удержит такое поле внутренней политики. Вот и появляются вполне конкретные выходцы из разных структур в разных воинских званиях. Знаете, время такое, что это может даже и неплохо. Правда, силовая вертикаль внутренней политики вполне может какое-то время сдерживать турбулентность. Есть только одно маленькое опасение, когда появляется ножевое, как у Чибиса в Мурманске, всегда появляются те, кто силовыми методами начинает бороться за чистоту внутренней политики. А этот процесс борьбы может быть бесконечен, потому что злодеи всегда появляются там, где есть честные стражи порядка. До свидания.